Я впервые был в частной лаборатории, я так хочу сказать, потому что за свою научную жизнь, действенность я побывал во многих государственных учреждениях, лабораториях, и в общем-то на меня произвело впечатление не только своим оснащением, но и целым рядом постановочных задач, которые в ней решаются. И мне кажется, очень важно то, что Виктор Иванович, это, наверное, один из немногих людей в России, кто пытается решить достаточно сложные научные и технологические задачи за счет собственных средств. Мне кажется, это совершенно новая для России, и, по-видимому, в том числе и частные такие лаборатории, частный институт, они сегодня характерны для Запада, но пока они здесь, в России, насчитывают очень небольшое число. И то, что вот эта лаборатория действительно ставит задачи еще достаточно важные для инновационного вот такого слоя или для инновационного подхода ко многим вещам. Поэтому вот знакомство с таким научным коллективом, который решает достаточно важные задачи, связанные в первую очередь с инновационной экономикой, решение задач чисто прикладного характера, которые действительно важны сегодня для России. Мне кажется, это очень интересно и очень важно. Поэтому впечатления у меня очень позитивные, поскольку я видел и много других центров, но эта лаборатория на меня действительно произвела хорошее впечатление. Я могу, наверное, три выделить позиции, которые вот для меня лично интересны были, поскольку мы так или иначе сейчас сталкиваемся с ними. И я бы, наверное, здесь вот по такому, по увеличению значимости вот этих направлений, я бы хотел сказать. Ну, во-первых, это вот тот сорбент, который связан с очисткой воды. Мне кажется, это очень важный результат, особенно в наших условиях, когда экология сегодня в России находится на очень-очень низком уровне. И если решается задача очистки питьевой воды, это очень-очень момент важный. Второй момент – это, конечно, разделение металлоплатиновой группы с использованием ПФТОР-3, то есть трехфтористого фосфора. Создать технологию разделения с использованием именно разницы температур для осаждения этих комплексов, вот мне кажется, вот Виктору Ивановичу удалось найти то направление, ту технологию, которая позволила это сделать. Это очень важный момент, потому что это и благородные металлы, и редкие металлы сегодня представляют очень важный и экономический интерес для этого. Ну и, конечно, последнее, то, что, может быть, вызывает наибольшие вопросы, но не менее интересно, это, конечно, получение графена и использование его. Конечно, графен – это новая модификация углерода, но самое важное то, что он нашел этот метод послойного разделения, так сказать, самой аллотропной модификации углерода, и вот мне кажется, вот эта простота, и можешь это вызывать, но наибольшие вопросы. И хотя вот мы видели, что удается сделать из этого графена, и те, так сказать, вот аккумуляторы, которые готовятся с его помощью, и действительно они производят ток, вот все равно требуют как бы научного обоснования. И вот здесь, мне кажется, важную позицию, которую занимает Виктор Иванович Петрик, он не уходит от вот этого решения именно научной задачи, а он ищет четко контакты, в том числе и с Академией наук, с учеными Академией наук. И мне кажется, если вот Академия наук здесь, скажешь свое слово, поможешь этому человеку, который действительно представляет из себя и подвижника, и такого изобретателя, уникума, и если вот этот союз сложится, это будет общим успехом как для него, так и для науки России в целом. Проблема мы, вот я вернусь к графену, это совершенно недавно открытая аллотропная модификация углерода. Ее свойства и методы получения только-только, так сказать, начинают разрабатываться. И не везде удается действительно вот его получать так легко, как показывал нам Виктор Иванович Петрик. Этот человек явно нестандартный, человек яркий. Я считаю, что он действительно подвижник, потому что вот так поставить задачу и решить ее, в том числе не будучи специалистом, прямым специалистом в этой области, это, мне кажется, очень здорово и очень интересно. Но надо сказать, что меня удивило его достаточно широкие познания в различных областях науки. Если мы действительно научно обоснуем все то, что он нам показывал, мне кажется, это уже будет некий прорыв в ту технологию будущего, именно к материалам будущего. Покрытие, элементы электрических батарей, аккумуляторов и все. Я думаю, что здесь можно рассматривать сегодня графен в определенных вещах, как один из составных элементов солнечных батарей. То есть замена вот того же кремния, с которым Виктор Иванович тоже работает. Мне кажется, что графен здесь может составить определенную конкуренцию вот чистому кремнию, который используется в солнечных батареях. Поэтому аспекты очень очень невелики. И они, самое главное, что они находятся вот в русле тех исследований, которые ведутся сегодня как в России, так и за рубежом. Участие вот в той встрече вице-президента Академии наук Сергея Михайловича Алдошина, который курирует, в принципе, всю химическую науку у нас в Академии. И его желание вот тоже участвовать в тех технологических задачах, которые предлагает Виктор Иванович, уже является неким первым шагом навстречу. Второе, я знаю, что создана рабочая группа, которую возглавляет Академик новоторцев. Поэтому в этом направлении мы будем работать. Продолжение следует...